Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Спрос выше, цена вверх. Почему федеральные аграрные эксперты обнадеживают алтайских крестьян и что советуют им сеять этой весной? Ждите, когда алтайские сироты получат законные квартиры и очередной пикет в Барнауле. За 30 секунд как защитить свой автомобиль от угона? Предприятия агропромышленного комплекса «Края» продолжают терять прибыль. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка России, она упала почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Но в ближайшее время ситуация может улучшиться, прежде всего за счет роста цен на зерно. Об этом сегодня в Барнауле заявил федеральный эксперт на круглом столе по проблемам урожайности сельхозкультур. Переизбыток продукции, обвал закупочных цен на зерно, недостаточная господдержка. В таких условиях оказалось сегодня большинство алтайских крестьян. Упадническое настроение в отрасли констатирует и Федеральный институт конъюнктуры аграрного рынка. Его опрос среди сельхозпроизводителей показал, доходы фермеров снижаются и, как следствие, падает общий объем инвестиций в отрасль. А это значит, резюмируют уже наши крестьяне, предстоящий аграрный сезон будет сложным. Знаю, что многие хозяйства сокращают применение минеральных удобрений. Посредством защиты тоже имеются проблемы. Поэтому предстоит год непростой. Главный вопрос – как пережить кризис с алтайским аграрием? Какие культуры и сколько сеять этой весной? Моя рекомендация экспертов – делать ставку на маржинальные, то есть высокоприбыльные культуры, такие как сои и рапс. Еще один совет – объединяться в холдинги и создавать свои предприятия по переработке продукции. К примеру, по производству той же муки. Добиться ее вывоза по льготным тарифам, говорят специалисты, проще, чем пшеница. Впрочем, по прогнозам, спрос на алтайское зерно скоро вырастет, затем подрастет и цена. К концу текущего сезона остатков, по крайней мере, на юге зерна уже не останется. И, соответственно, при увеличении спроса в целом на зерно в Алтайском крае, в целом в Сибири, остатки зерна будут сокращаться. То есть вырастет цена на зерно? Да, в том числе, благодаря росту цен на эту продукцию. В целом прогноз на будущее урожая зерновых в крае неблагоприятный. И потому федеральные эксперты с пониманием отнеслись к отказу ряда алтайских крестьян съесть пшеницу. А идею краевых депутатов отнять за эту землю у бойкотирующих посевную специалисты сочли просто варварской. Елена Макаренко, Павел Лауронин. Наши новости. Два фургона УАЗ, три прицепа и четыре снегохода. Такая спецтехника отправилась сегодня в районы края. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии работникам особо охраняемых территорий вручили ключи от автомобилей. Техника предназначена для заказника каскад водопадов на реке Шинок и созданного в прошлом году в районе Белокурихи природного парка предгорье Алтая. Она специально оснащена лебедками для прохождения по бездорожью. Это, как заверили в региональном Минприроды, позволит специалистам с легкостью добираться до труднодоступных мест, чтобы пополнять задачи по защите дикой природы. Мы будем делать подкормочные площадки для зверей, то есть передвигать, соль перевозить, пиломатериал для постройки таких мест, ну а также для передвижения, для пресечения нарушителей, браконьерства. Всего в Алтайском крае особо охраняемые территории занимают около 800 тысяч гектаров. Это почти 5% площади региона. Здесь действуют строгие ограничения по хозяйственной деятельности, строительству, рыбалке и охоте. Сироты Алтайского края сегодня в очередной раз вышли на пикет. Это уже третья акция протеста за 4 месяца. Детдомовцы возмущены, что уже несколько лет региональное жилищное управление не исполняет судебных решений. С каждой акцией протеста активистов становится все меньше. Многие из них уже потеряли надежду на справедливость, ведь некоторым уже исполнилось по 40 лет. Тему продолжит Ирина Корчагина. Мы готовили плакаты ночью. Закон для нас не работает, получается. Плакат такой у нас есть. Заниматься изобразительным искусством они начали не от хорошей жизни. В крае почти тысячи детей-сирот несколько лет ждут положенные по закону квартиры. Им постоянно что-то обещают, сетуют на отсутствие финансирования или просто пытаются успокоить. Как это было в марте на заседании рабочей группы в АКЗС. Есть предложение съездить в командировку совместно с специалистами опеки, посмотреть, как эта тема реализуется в городе Новосибирске. То, что они говорили об изучении опыта Новосибирска, уже об этом не говорят. Говорят о том, что Минструйтранс будет принимать какое-то решение, о котором нам опять же не сообщают. На запрос в Минструйтранс нам ответили расплывчато, с указанием статистических данных и ничего более. Но есть и подвижки. В апреле на улице Советской Армии было сдано 30 квартир. Только по факту ни один ребенок-сирота еще не получил ключи от дома. Мария несколько лет ждет положенный угол. На руках трехлетняя дочь. Муж инвалид первой группы. Половину дохода семья тратит на съем квартиры. Пенсия 23 тысячи. В данный момент 12 тысячи отдают за жилье. И вот три человека мы живем на оставшиеся деньги. Пикетирующие требуют диалога с властями. Сегодня на встречу никто не приехал. В этом году в краевом бюджете заложено 212 миллионов рублей на жилье детдомовцам. На исполнение всех судебных решений, а их порядка тысячи, необходимо более миллиарда рублей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Штормовое предупреждение передает краевое управление МЧС. По данным синоптиков, завтра утром и днем. А также ночью 26 апреля ожидаются дожди. Местами сильные в южных районах грозы. И усиление ветра до 22 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 27 метров. Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении мер безопасности в непогоду. Сильный ветер лучше переждать в помещении. А уходя из дома, обязательно закрыть окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Управляющие компании со следующего года обяжут создавать свои представительства, филиалы для жителей отдаленных домов. Сейчас обслуживающие организации продумывают, каких специалистов нужно будет набрать. Ну а другое нововведение уже вступило в силу. Изменились стандарты информационных стендов, которые должны располагаться в каждом жилом подъезде. Соблюдение новых правил оценивали сегодня участники рейда. Слово Анастасии Дороган. Сеть управляющих компаний станет шире. С марта 2019 года у некоторых обслуживающих организаций появится представительство. Возможно, там разместят универсальных сотрудников, чтобы вдавать счет или оформить прописку. Вводится совершенно новый институт представительства управляющей компании. Предполагается, что житель от своего дома до управляющей компании должен дойти в течение 30 минут. Раньше данного требования не было. 30 минут пешком или на машине рассуждают руководители компании. Для разъяснений целый год. А неделю назад в силу вступило другое нововведение. На информационных стендах теперь должны указывать не только данные об обслуживающей организации, но и сведения о ресурсопоставщиках, телефон городской аварийной службы. Это актуально для тех, кто пользуется газом. Уведомления о ремонте, изменении платы. Любой житель должен понимать, кто его обслуживает, за какие деньги его обслуживают и какие работы производятся на доме. И для того, чтобы не тратить свое время на посещение офиса управляющей компании, встречу с руководителями, не отвлекать, он должен подойти, найти на стенде информацию. Как выяснилось, такая информация есть пока не везде. Сегодня сотрудники госжилинспекции поехали с проверкой. В этом доме нареканий нет. Сведения полные, номера действующие. Отопление что-то подкапывает в подъезде третьем, Брестская 20. Ежедневно в жилинспекцию поступает несколько десятков обращений. Большинство вопросов по начислениям и текущему содержанию. Теперь эти данные тоже должны быть размещены на стендах. Такие вот люди, ну бабушки, они такие вот, им надо почитать, все посмотреть. В каждом подъезде старшая, она ксерокопирует этот материал, бабушкам раздает. В ходе проверки инспекторы обнаружили дом, в котором словно и нет управляющей компании. Старому деревянному двухэтажному строению требуется косметический ремонт. Но кто его должен производить, жильцы могут даже не знать. Этот дом является многоквартирным. Ко всем управляющим компаниям требования одинаковые, обязательные. Здесь необходимо, чтобы располагался стенд, но, как мы видим, его нет. Управляющая компания получит предписание. И если нарушение не устранят в срок, организация ждет штраф до 300 тысяч рублей. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости. Охранник Барнаульского ЧОПа предстанет перед судом по обвинению в попытке похищения предпринимателя. Сотрудники Краевого следственного комитета завершили расследование уголовного дела. Установлено, что год назад 45-летний обвиняемый решил похитить знакомого предпринимателя, чтобы получить выкуп за его освобождение в 1 миллион долларов. Не желая лично исполнять задуманное, он подыскал помощника и передал ему информацию о месте жительства, работе и передвижениях предпринимателя. Довести задуманное до конца обвиняемому не удалось, так как обумысли стало известно сотрудникам отдела по борьбе с особо опасными преступлениями. В ходе оперативного эксперимента по инсценировке похищения предпринимателя охранник был задержан. Выяснилось, что обвиняемый был знаком с потерпевшим и в течение нескольких лет шантажировал его. Уголовное дело направлено в суд. Пошел в кино или просто припарковался возле дома, рискуешь остаться без автомобиля. Только за последний год на Алтае с неохраняемых парковок угнали сотни машин, на несколько десятков больше, чем год назад. Чтобы вскрыть самую совершенную систему безопасности, правонарушители используют специальные сканирующие устройства, которые в считанные секунды отключают автосигнализацию. Что это за приборы, откуда они берутся и почему барнаульцы, несмотря на статистику, не боятся оставлять свои машины без присмотра, выясняла Валентина Аскерова. Голливудский блокбастер угнать за 60 секунд давно устарел. Теперь, чтобы увезти машину из-под носа владельца, требуется в два раза меньше времени. И самое опасное, что специальные сканеры свободно продаются в интернете. Какие автомобили чаще всего угоняют? На сегодняшний день, ввиду доступности и легкости вскрытия автомобиля, естественно, это остается в большей степени вал автомобиля отечественного производства. В Алтайском крае каждый день словомышленники с помощью специальных сканирующих средств угоняют как минимум один автомобиль. Неохраняемая парковка – пример территории риска. Только за прошлый год с подобных угнали около 600 автомобилей. И это только официальные данные. Давайте спросим у барнаульцев, боятся ли не оставлять свой автомобиль на неохраняемых парковках. Нет, не боюсь. У меня есть еще одна машина. В принципе, я могу. Это угонят. Конечно, страшно. Лучше бы побольше видеокамер. Машина не коляска какая-нибудь, а деньги стоит. У меня каска, я не боюсь. В общем, да, мы рискуем, но оставляем. Нет, не боюсь. Машина под надежной охраной, как бы у меня, под астеризацией. Как видим, большинство не боится, а напрасно. Чаще всего машины угоняют прямо у дома или на парковках возле развлекательных центров. Большинство правонарушителей работают по давно выработанной схеме. Машины бросают, отслеживаются. Люди довольно просто. То есть один из вот этих специалистов идет, следит, где ты что делаешь. А второй, третий, пятый, они там пока с машиной занимаются. То есть это целая система такая? Да, безусловно. Оставлять спокойно машину на неохраняемых парковках можно, но перед этим стоит все же оснастить ее элементарными средствами защиты. Без них с угоном справится даже мальчишка, отмечают эксперты. Как минимум, это защита подкапотного пространства, замками капота, защита периметра автомобиля шторевыми блокираторами дверей, бронирование стекол. На сегодняшний день количество угонов в России растет, а вот раскрываемость таких преступлений падает. Тем более, чаще всего угонщики пускают машину на запчасти. И вот тогда, утверждают эксперты, найти автомобиль практически невозможно. Противоугонки, конечно, не дают 100% гарантии безопасности, но они увеличивают время взлома. А для правонарушителя каждая минута целая история для экранизации. Валентина Аскерова, Николай Шелко, Алексей Фризин. Наши новости. Единственный в России памятник царской семье в полный рост появился в Бийске. Его разработал и создал скульптор Сергей Исаков. По словам автора, работа над проектом принесла ему огромное удовольствие, тем более, что таких памятников в нашей стране больше нет. Композиция уже установлена, но торжественное открытие намечено на июль. Семью расстреляли именно в этом месяце. Но, правда, жители города уже делают снимки на фоне памятника. Установили скульптуру в Александровском парке на территории производственного объединения Сип-Прибурмаш. Создатели парка называют его духовно-православным культурным центром. Здесь построен храм, а также установлены памятники Петру Первому и Иисусу Христу. А сейчас о победителях краевого конкурса «Директор года». В 12-й раз обладателем этого звания стал Александр Гуков, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Ключевского района. Каждым годом растет, развивается. Орочительное использование земли помогает собирать достойный урожай даже в самые засушливые годы. Александр Гуков создал крестьянское хозяйство 25 лет назад. Сегодня это крупное сельскохозяйственное предприятие с современной материально-технической базой. В распоряжении хозяйства почти 20 тысяч гектаров земель, на которых выращиваются и перерабатываются зерновые и технические культуры. Продукция предприятия известна далеко за пределами края – от Калининграда до Владивостока, от Норильска до Душанбе. Конечно, это приятно. Для меня, ну и в целом, я же это представляю, значит, и фермерское движение, и Ключевский район. Поэтому приятно. Пассивная кампания уже началась. В этом году в хозяйстве Гукова планируют увеличить посевы чечевицы, мута и проса. Директором года 2017 признан Владимир Медонов. Он возглавляет страховую кампанию «Согласия» на Алтае уже 4 года. В этом году страховой кампании «Согласия» исполняется 25 лет. Также 12 апреля мы отметили 14 лет нашему алтайскому оригинальному филиалу. Номинация «Директор года» второй раз, она получается на день рождения почти попала в меня. «Согласия» входит в тройку лучших страховых кампаний региона. Структурные подразделения кампании сегодня представлены в Бийске, Рубцовске, Славгороде и Благовещенске. А агентская сеть охватывает почти 70% территории Алтайского края. И о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье «Премиум» – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье «Премиум» содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. Итак, 25 апреля штормовой прогноз. В отдельных районах края дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западной ночью умеренный. Днем усиления порывы будут достигать местами 27 метров в секунду. Температура в Славгороде, Бийске, Олейске и Белокурихе до плюс 17. В Змеиногорске 16 тепла, 14 в Рубцовске, в Заринске 9 градусов и плюс 7 в Камни-на-Обив. В Барнауле в среду возможен дождь, ветер порывистый. Ночью 10-12, днем 16-18 градусов выше ноля. Все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения и до встречи в эфире. Личный кабинет налогоплательщика юридического лица – это электронный интерактивный офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Он позволяет сэкономить время на личных визитах в инспекцию, получать необходимую информацию и решать многие вопросы удаленно, через интернет. Для доступа к личному кабинету руководитель или лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, должен получить сертификат ключа электронной подписи в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Для первого входа в кабинет руководитель организации должен подписать соглашение о предоставлении доступа и пройти процедуру регистрации. Эта процедура необходима для обеспечения максимальной защиты данных организации от несанкционированного доступа. После регистрации руководитель может предоставить своим сотрудникам различные права доступа к сервисам и данным. Например, бухгалтеру могут быть доступны данные по всем филиалам, но только в рамках просмотра сведений о расчетах с бюджетом, а директору филиала – все сервисы, но только по своему подразделению. Личный кабинет предоставляет большое количество сервисов для общения с налоговыми органами. Зарегистрируйтесь, это действительно удобно. Добро пожаловать! Иван Ладушкин, участник освобождения Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Воевал на танке Т-34. В 1945 году он умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника Восточной Пруссии. Завязался тяжелый бой. Пользуясь темнотой и дождем, он вывел свои танки на рубеж атаки, вплотную к вражеской обороне. Без подготовки, рывком танкисты ворвались к противнику. Рота, возглавляемая Ладушкиным, уничтожила 10 вражеских орудий, самоходку и значительное количество живой силы. В этом бою танк лейтенанта был подбит. Раненый, обожженный, он выскочил из машины, пересел в другую и продолжил бой. Опорный пункт противника был взят. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно.